Девушки отдыхают Израилю не удалось сохранить верность Завету Ни на юге, ни на севере И вместе с тем само понятие Завета не исчезло Оно стало частью, составной частью пророческого упования Израиля О чем наглядно свидетельствует общая картина развития библейской истории, истории искупления И это был Новый Завет, Завет о котором мы читаем в Иеремии 31 Вот к этому Новому Завету мы с вами сейчас и обратимся Книга Пророка Иеремии 31, глава стихи с 31 по 34 Вот наступают дни, говорит Господь, когда я заключу с Домом Израиля и с Домом Иуды Новый Завет Не такой Завет, который я заключил с отцами и в тот день, когда взял их за руку, чтобы вывезти их из земли египетской Тот Завет мой они нарушили Хотя я оставался в союзе с ними, говорит Господь Иногда тот Синайский Завет описывается в терминах сюзеренских отношений, а иногда в терминах брачного союза Отсюда нарушение Завета проявляется в неверности не сюзерену, а супругу Что называется прелюбодеянием Обратите внимание на то, как Бог посредством социальных, социологических форм того времени передает людям свое откровение Иначе говоря, Он говорит на понятном, доступном для них языке Когда взял их за руку, чтобы вывезти из земли египетской Тот Завет мой они нарушили, хотя я оставался в союзе с ними, говорит Господь Но вот Завет, который я заключу с Домом Израилевым после тех дней, говорит Господь Вложу закон мой во внутренность их И на сердцах их напишу его, и буду им Богом, и они будут моим народом И это мы уже слышали, не так ли? Тот же самый рефрен Он звучал в Готии 15, 12, 15, 17, Исходе 6, и вот он звучит опять И уже не будут учить друг друга, брат брата, и говорить, познайте Господа Ибо все сами будут знать меня У всех будет такое эпистемологическое свойство, у всех будет такое знание Ибо все сами будут знать меня от малого до большого, говорит Господь Отныне знать Господа лучше будут не только священники Потому что я прощу беззакония их и греховых уже не воспомину более И речь здесь, обратите внимание, идет не только об Уде, заметили? Это об общении Бог говорит обо всем Израиле Северянах и Южанах вместе Новый Завет будет заключен со всеми ими Он новый, так как записан не на скрижалях, а на сердцах человеческих Стих 33 Ибо все сами будут знать меня Никакой качественной разницы в этом знании, видимо, нет И уже не будет удостоившихся избранных, вроде Моисея Который, в отличие от других людей, удостоился чести общаться с Богом лицом к лицу Знать будут все от малого до большого Грехи прощены Препятствия для общения, для отношений сняты И это обетование Завета исполнится Я буду им Богом, а они будут Моим народом Стих 33 Если рассмотреть аналогичный текст из Иезекииля 36 Если бы у нас на это было время, то мы увидели бы еще одну грань этого Завета Дух Божий будет пребывать в Его народе в будущем Иезекииля 36, 27 Вложу внутрь вас Дух Мой и сделаю то, что вы будете ходить в заповедях Моих И уставы Мои будете соблюдать и выполнять И вот мы приближаемся к кульминации Иисусу Христу Страстная неделя Он в горнице Перед Ним хлеб и вино А впереди крест Именно он послужит исполнением обетования Обетование Давиду, обетование Аврааму Он претворит в жизнь, воплотит то, о чем написано в Иеремии 31 В 22 главе Евангелия от Луки В стихах с 14 по 22 мы читаем И когда настал час, он возлег и 12 апостолов с ним И сказал им, очень желал я есть с вами сию Пасху Прежде моего страдания И в этом слышатся все отголоски Египта, рабство, исхода, освобождение Ибо сказываю вам, что уже не буду есть ее, пока она не совершится в Царстве Божьем И взяв чашу и благодарив, сказал Примите ее и разделите между собою Ибо сказываю вам, что не буду пить от плода виноградного, доколе не придет Царствие Божие И взяв хлеб и благодарив, преломил и подал им, говоря Сие есть тело мое, которое за вас предается Сие творите мое воспоминание Также и чашу после вечери, говоря Сия чаша, есть новый завет, в моей крови Помните, как часто мы видели, что заключение завета в Писании сопровождается жертвоприношением? И вот рука предающего меня со мною за столом Впрочем, Сын Человеческий идет по предназначению Но горе тому человеку, которым он предается Надежда Израиля Его пророческое упование исполнится Благодаря Мессии Сыну Давидову Сыну Авраамову Сыну Божьему Развернутая картина Луки и Деяний Включает в себя не что иное, как обетование Святого Духа Провозглашение прощения грехов во имя Иисуса Христа Очищенный народ Знающий Господа настолько, чтобы всем и всюду возвещать Его чудные дела Интересно, что именно это описание Вечери Господней Фигурирует в Павловых общинах В 1 Коринфянам 11, стихах с 23 по 26 Где Павел пытается навести в Каринфской общине хотя бы какой-то порядок А это дело отнюдь непростое Поскольку отсутствие должного порядка там представляло собой очевидную проблему Апостол еще раз вспоминает Вечерю Господню И то, как она описана у Луки И в ней Новый Завет На который апостол обращает наше внимание в 1 Коринфянам 11, 23 и далее Ибо я от самого Господа принял то, что и вам передал Что Господь Иисус в ту ночь, в которую предан был, взял хлеб и, возблагодарив, преломил и сказал Примите, едите, сие есть тело мое за вас ломимое Сие творите в мое воспоминание Также и чашу после вечери и сказал Сия чаша, есть Новый Завет в моей крови Сие творите, когда только будете пить в мое воспоминание Ибо всякий раз, когда вы едите хлеб сей и пьете чашу сию, смерть Господню возвещаете Доколе он придет И снова звучит нота принесенной жертвы Жертвы, закрепляющей этот Новый Завет И требующей ни много ни мало О пролитой крови Иисуса Христа Павел, кстати, вполне может назвать себя Служителем этого Завета Нового Завета В 3 главе 2 послания Коринфянам Прочту вам этот текст Начиная с 1 стиха Неужели нам снова знакомиться с вами? Неужели нужны для нас, как для некоторых, одобрительные письма? К вам или от вас? Вы, наше письмо, написанное в сердцах наших, узнаваемое и читаемое всеми человеками Вы показываете собой, что вы и письмо Христово Через служение наше, написанное не чернилами Но Духом Бога Живого, не на скрижалях каменных, но на плотяных скрижалях сердца Усматриваете здесь вырисовывающееся противопоставление Между синайскими скрижалями Завета И плотяным человеческим сердцем Опирающиеся на языки Иля 6 С его понятиями Духа и плотяного сердца Противовес сердцу каменному Такую уверенность, стих 4, мы имеем в Боге через Христа Не потому, чтобы мы сами способны были помыслить, что от себя, как бы от себя, но способность наша от Бога Он дал нам способность быть служителями Нового Завета Не буквы, но Духа, потому что Буква убивает, а Дух животворит Далее следует исключительно сложный текст Нового Завета В котором проводится сравнение между Синаем, Моисеем и приходящей славой Моисей полагал покрывало на лице свое, потому что эта слава была приходящей Есть мнение, что он делал это для того, чтобы сыны Израилева не видели, как уходит сияние С другой стороны, возможно, он покрывал лицо, потому что свет был слишком ослепительным Но так или иначе, если говорить о славе Божьей сегодня, то где и в чем она открывается? В 4 главе Павел продолжает Потому что Бог, повелевший из тьмы воссиять свету, озарил наши сердца, дабы просветить нас познанием славы Божьей в лице Иисуса Христа Служение Нового Завета Упование, надежда Израиля на Новый Завет осуществляется в Иисусе Христе, проповедуемом всему миру, язычникам и евреям И если есть некое развернутое обсуждение этого вопроса, то находим мы его в послании к евреям Итак, Евреям и Новый Завет Главы с 8 по 10 Позвольте обратить ваше внимание на то, как в послании к евреям многоголосно звучит идея о том, что в Иисусе воплощено нечто более прекрасное Да, в Ветхом Завете Бог обращался к нашим отцам через пророков Однако в последнее время Он говорит к нам устами Сына Своего И этот Сын — Крейтон Он превосходнее любого ангела И Новый Завет лучше Завета, заключенного с Моисеем Понравилась лекция? Вдохновились услышанным? Поддержите нас молитвой и финансами О чем молиться и как пожертвовать, вы можете узнать на сайте www.tvseminari.com Крейтон — это качественное превосходство Христа И обетование здесь лучший Завет и страна, в которую мы идем Она лучше, чем Ханаан Ибо и посредник здесь превосходнее Моисея И принесенная жертва лучше, чем любая из когда-либо приносимых первосвященником жертв Да и сам первосвященник превосходнее С главы 8 по главу 10 нам неоднократно встречается именно Цитата из Иеремии 31 И обетование Нового Завета Соответствующие слова мы читаем сначала в 8 главе И далее в виде цитаты в 10 главе Именно во Христе Иисусе Автор послания к евреям видит осуществление Той самой надежды Нового Завета, о которой пишет Иеремия И опять-таки прав, по-моему, Хоттен и другие богословы В том, что этот Новый Завет носит характер не сезеренского соглашения А царского жалования По вере, а не по делам Традиционно на нашем курсе любая тема заканчивается Откровением 21 и 22 Ибо даже в финале Библейского канона Рефреном снова звучит тема Завета Я буду вашим Богом, а вы будете Моим народом Эти слова сопровождают нас от Бытия 15 Проходят через Бытие 17 Исход 6 Иеремии 31 И появляются уже здесь Этот долгий путь окончен Бог собрал Свой народ В назначенном им месте Где правит Он А они живут по Его уставам В Его святом и совершенном присутствии Играет музыка Играет музыка Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok